МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы с вами продолжаем разговор о капустах с заведующим лабораторией селекции семеноводства капустных культур Всесоюзного научно-исследовательского института селекции семеноводства овощных культур Виктор Ивановичем Старцевым. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте. Мы достаточно подробно с вами выяснили все про белокочанную и краснокочанную капусту, но вы правильно сказали, что, возможно, именно незнание ассортимента других форм капусты ведет к тому, что они у нас не так популярны. Вот с вашей точки зрения, после белокочанной капусты на какую стоит действительно обратить пристальное внимание? Ну, вот в последнее время очень динамично ведется селекционная работа и попадают новые сорта агитировочные гибриды у капусты цветной в государственный реестр. Динамика, наверное, сопоставима с капустой белокочанной. Виктор Иванович, цветная капуста королева или агротехника такая же, как и у всех остальных капуст? Ну, уже давно, наверное, и не мы с вами королевой назвали все-таки белокочанную капусту. Ну, королева, я имею в виду по прихотливости. А цветную капусту – это капуста с высшим образованием. Понятно. То есть тут надо как бы соблюсти. Там очень много нюансов, которые нужно соблюсти. Ну, во-первых, сорта. Какие сейчас самые такие перспективные сорта цветной капусты? Ну, вот вы прямо попали в точку, потому что только что нами передан новый сорт капуста цветной. Называется «Полярная звезда». И в прошлом году, когда все остальные сорта у нас в коллекционном питомнике шли в листовой аппарат, оголовки не образовывались. Единственная, кто образовалась, образовала оголовку – это наша звезда. Ну, еще «Ранней Грибовской», конечно. И именно «Полярная звезда» была выделена из этой популяции, получен сорт новый. А «Раннюю Грибовскую» – это тоже очень космополитичный сорт, который выращивали мы повсеместно. И даже одно время мы пытались наладить семеноводство в Узбекистане. И там именно продуктивную часть, головку давал, как нам говорили сотрудники наши. Тогда у нас еще узбекская станция была. Лучше других остальных сортов и гибридов. Цветная капуста хуже белокочанной переносит колебания температуры и влажности. При температуре выше 25 градусов и плохом поливе сформируются мелкие рыхлые головки. Она также светлолюбива и предпочитает незатененные солнечные участки. В открытом грунте цветную капусту выращивают как рассадным, так и безрассадным способом. Ну, что касается выращивания рассады, то здесь, наверное, как бы остаются эти принципы. Лучше в кассетах или закрытой коленевой системой. Высаживать также можно в те же самые сроки. Ну, базовая технология выращивания рассады на та же. Но здесь надо учитывать то, что здесь при выращивании капусты цветной надо делать закалку растений. Потому что капуста изнеженная, и надо, чтобы она уже в открытый грунт вышла подготовленной. Так, и как же это в домашних условиях сделать, если люди выращивают? Очень просто надо проветривать, надо ловить прохладные утренники или вечером это делать. То есть, в принципе, у кого есть лоджия застекленная или балкон? Вообще, я противник этого. На лоджии надо выходить, просто радоваться хорошей погоде. А выращивать надо на даче. Тепличку можно сделать небольшую. Ну, понятно. Но все-таки здесь вот тепличка – это когда на даче кто-то живет. Каждый день там заблинул, открыл, закрыл. А нету такой возможности? Если нет такой возможности, то я посоветую всем лучше обратиться в те тепличные комплексы, которые выращивают на реализацию, и купить у них. И купить. В общем, не мудрствовать лукаво. Не надо мудрствовать лукаво, потому что я вас заранее хочу убедить, что того качества, как надо, оно не получится, потому что выращение в комнатных условиях, оно будет способствовать вытягиванию рассады. Виктор Иванович, это касается и белокочанной, или только цветной? И белокочанной тоже, но цветной в особенности. И цветной в особенности. Значит, все-таки рассаду, если нет возможности ее выращивать, скажем, в тепличках, в парниках, лучше купить. Хорошо. Купили рассаду, посадили, высадили. Подкормки такие же, как у белокочанной? Да, обязательно. То есть здесь как бы разницы такой нет. Тут единственное, что надо, когда будет образовываться головка, уже ни в коем случае не поливать дождеванием или шланга. То есть здесь всегда только по бороздам полив должен быть. Только по бороздам. Попадая на головку, влага вызывает то же заболевание слизистым бактериозом. Ну, избавиться от нее уже потом невозможно. Уже невозможно. Теперь вопрос еще вот какой. Очень часто садоводы для того, чтобы отбеливалась головка, сам качан, или лист надламывают, кладут, да, или просто вообще листья поднимают и связывают пучком. Вот смысл в этой агротехнической операции есть? Здесь я вам скажу, вот какая существует проблема. Дело в том, что каждый, конечно, хочет овощную продукцию как можно раньше. Да, да. Поэтому, вот как мы с вами говорили, ну, после высадки рассада, там, скажем, 80 дней, вы получите капусту. Вот. Но если сроки посева вы начнете сдвигать в более позднее, то безо всякого подвязывания, надламывания, когда уже интенсивность света будет невысокой, солнечного, то вы получите крупную, белую, качественную головку. Да, без всяких вот этих связываний. Да. Цветная капуста какими обладает дополнительными качествами, вот скажем, по сравнению с белокочаной? Или даже совсем другими какими-то свойствами? Ну, там мы с вами должны сразу понять, что это совсем другой продуктивный орган. Что это соцветие. Головка составляет в свое соцветие. Поэтому все питательные вещества как раз растение, оно как заботливые родители, дает потомство. Именно там и все концентрируется. Поэтому существует очень много способов не только сохранения продукции, но и повышения ее качества. Например, есть такой способ доращивания капусты цветной, когда ее можно выкопать с корнем, поставить куда-то в подвал, в ящики земли, высадить в темноте. Да, и качество от этого только улучшается. А в какую фазу тогда нужно произвести это выкапывание? Ну, вы знаете, можно и уже сформированную головку, а можно та, которая еще не сформировалась, только начала формироваться. И она вот таким образом уже, как бы, перейдя к вам домой, закончится цикл своего развития. И будет белая все равно? Да, обязательно. То есть такой вот способ у... Не каченичка, а головка. Головка, да, правильно, все правильно. Хорошо. Виктор Иванович, ну вот, смотрите, цветная капуста. Ну вот мы здесь с вами стоим на поле, совершенно удивительно по своей красоте. Сзади вас я вижу совойская капуста. О, капуста совойская. Которая совсем у нас вот, ну, мне кажется, совсем не в части, никто про нее ничего не знает, и если выращивают, то очень редко. Это замечательная капуста, и многие ее, конечно, знают. И я вам скажу, даже вот мы как-то были в командировке в Турции, они сказали, вот нет у них совойской капусты, ну, может быть, где-то в других местах было, вот у них не было. Они приспособились делать сами совойскую капусту с белокочанной. Каким же это образом? Они брали листья капусты белокочанной, отбивали их молотком для мяса. А, получали в такую, да, дырочку. Да, и получали, потому что традиции, там, национальное питание используют очень много подобного рода капусты. И они очень удивились и заинтересовались нашей капустой совойской, когда мы показали слайды. Вот, видите, чем она хороша? Тем, что в ней содержится очень много клетчатки, и поэтому из нее можно приготовить диетические блюда. Например, там, итальянские шницели и голубцы. Ну, в общем-то, в принципе, использовать ее как белокочанную... Конечно, в то же время и в салат она пойдет. А агротехника выращивания ее как-то отличается от белокочанной капусты? Агротехника у нее отличается мало. Дело в том, что она немного, похоже, хранится. А, вот почему, собственно говоря, она, наверное, так и выращивается. Можно ее, конечно, сохранить, особенно в условиях личного подсобного хозяйства. Существует очень простой способ. Можно выдернуть ее в конце вегетации с кочерыгой, с корнем, убрать листья, кроющие оставить, может быть, 2-3 листа, чтобы они предохраняли основной кочан. Да, и за кочерыгу подвесить ее в подвале. В темном месте? В подвале. При хранении совойской капусты важно соблюдать температурный режим от нуля до плюс одного градуса Цельсия. Это поможет защитить капусту от болезней и сохранит полезные вещества на несколько месяцев. Если нет возможности обеспечить такую достаточно низкую температуру, то постарайтесь избежать колебаний, даже если она окажется немного выше. Какой-то нам сорт вашей совойской капусты можете порекомендовать? Сорта у нас тоже, кстати говоря, не только сортами мы ограничиваемся, но у нас и гетеройственный гибрид Елена. В честь Елены Михайловны Поповой, это основатель нашей лаборатории, как раз был юбилей. И подарок такой. Мы, да, ну ее, к сожалению, уже нет с нами, но вот в честь нее мы сделали этот гетеройственный гибрид, и теперь он займет свое место в сортименте. Понятно. Помимо Елены еще какой-то сорт можем порекомендовать? Да, конечно, это всем известный, тоже уже прочно занявший свои позиции, это сорт вертю. Он давно выращивается, имеет спрос определенный. Капуста юбилейная есть еще, совойская. Ну и тем не менее, мы сейчас работаем над тем, чтобы объединить в новом гетеройственном гибриде качество продукции и лёжкость. И лёжкость, то есть повышенность. Ну и еще и, конечно, скороспелость, тоже одна из задач нашей селекции. Понятно. Ну, в общем, во всяком случае, покупаем семена сорта Елены, не прогадаем. Нет, конечно. Ну, посмотрите, капуста какая хитрущая дама. Значит, есть стебли плоды, да, есть эти самые соцветия можно есть, и есть можно, как у кальраби... Стеблеплод. Стеблеплод. Еще головку мы с вами забыли, можно не только у капусты цветной есть, а и у капусты брокколи. Вот, кстати говоря, это тот случай, когда простота выращивания почему-то не позволила выйти широко ей на рынок. В чем брокколи от цветной отличается? У неё не такая плотная головка, и головка зелёного цвета. Но это не значит, что она хуже. Если она зелёного цвета, значит, там содержится и каротин, и хлорофилл. И самое главное, наверное, за что знающие люди её ценят, там биологическая форма йода есть, которая защищает нам... Считаетную железу. Считаетную железу, да. Брокколи выращивать труднее или легче, чем цветной? Нет, намного легче, намного легче. Кроме того, она склонна к ремонтантности. То есть после того, как срезается центральная головка, ещё и начинают развиваться боковые, и вы получаете как бы два выражения. Понятно. То есть почему, в чём причина? Почему мы её не знаем, не выращиваем? Так вот, и вегетационный период у неё более короткий. А почему-то, ну, наверное, всё-таки... Зелёный цвет отпугивает. Нет, избалованы широким предложением на рынке. Всегда можно пойти и купить зарубежную какую-то замороженную. Хотя в ней питательных вещества, конечно, уже будет намного меньше. Намного меньше. Но теперь, возвращаясь к кальраби. Значит, понятно, что это очень ценный пищевой продукт. Кальраби, как мне кажется, сейчас на рынке, в магазинах можно купить чуть ли не круглый год. Есть ли какие-то особенности выращивания этой капусты? У нас как бы вот базовый вариант – это белкачанная. А и вот что-то есть, какие-то различия выращивания? Ну, без сомнения, есть. Ну, во-первых, капусту кальраби очень любят зайцы. Это первое. Второе – надо обязательно не проморгать тот период технической спелости, когда стеблеплод достиг своего оптимального размера. Все дальнейшее, что вы пытаетесь получить и увеличить урожайность, это будет работать против вас. Потому что стеблеплод образуется, формируется тогда уже более жесткий, там образуются глубины волокна. То есть принцип – берешь в руки, маешь вещь, и здесь не работает? Здесь не работает, нет. Какой же оптимальный размер должен быть? Ну, опять же, надо посмотреть, что там написано. Потому что есть гигантские чешские сорта, которые очень крупные, дают стеблеплод. А те, в сортах, к которым мы привыкли, ну, это 5-8 сантиметров, это оптимальное. Это оптимальное. Это оптимальное. Да. И какие же сорта сейчас у нас наиболее такие ходовые, я бы так сказала, у кальраби? Ну, не сходят с прилавков. Прилавков – это венская белая, широко известный сорт. Он вобрал в себе все положительные качества, и трудно что-либо к нему прибавить. Но в последнее время мы создали еще и террористный гибрид. Сантоциановая окраска стеблеплода – это соната. Вот там он еще добавил немножко иммунитета и себе, и нам с вами, когда мы выйдем использовать в пищу. Понятно, понятно. Кальраби, или капустная репа – очень ценный диетический продукт. Вкус ее напоминает кочерыжку белокочанной капусты, очень сочный и сладкий. Кальраби хорошо приспособлена к холодному климату, переносит низкие температуры и быстро созревает. Не зря ее называют северным лимоном. Выращивать ее можно не через рассаду, а сеять прямо в грунт. Что надо для этого сделать? Для этого, в первую очередь, надо очень хорошо разделать почву. То есть это должна мелкокомковатая структура быть поверхности, должно быть все очень выровнено. И если уж вы решили сеять, то надо сеять под маркер. Понятно, то есть через определенное расстояние. Сколько приблизительно от семечка до семечка? И на определенную глубину. Вот так. Давайте колитесь. Через сколько и на сколько? Ну, глубина не должна превышать полутора сантиметров, иначе будет... Ну, где-то вы не полили, появится зародышевый корешок, потом верхний слой подсохнет, он погибнет. И вы будете думать, что семена вам дали плохие. А, конечно, у нас всегда кто виноват уже. Ну, вы же сами знаете. Так, полтора сантиметра глубиной и от семечка до семечка класть удобно, семечки достаточно крупные. Ну, кальраби, кстати говоря, выдерживает и загущенную посев, поэтому для приусаденных участков мы рекомендуем междурятие 60 сантиметров, 70 это обычно в поле. Это уже когда вот сажаем на постоянное место? А лучше на постоянное место. Прямо и сразу, без никакой пикировки? Конечно, конечно. Понятно. И если вы сделаете 35 сантиметров между растениями, то это будет замечательно. Ну, в этом случае я все-таки рекомендую в каждую лунку лучше положить по 2-7. Сколько посевов можно за лето сделать для кальраби? Ну, для условий нашего региона это где-то 3 посева. 3 посева. Вот с разницей в 10 дней. Да. И таким образом мы обеспечим себя вот этой продукцией в течение всего лета. Конечно. И кроме того, еще у нее все-таки лешкость достаточно хорошая, она будет лежать, и зимой будем пробовать ее. Понятно. Ну, вот теперь еще очень такой излюбленный замороженный продукт – это брюссельская капуста. Да, брюссельская капуста, она, к сожалению, в наших условиях все-таки созревает медленно, и вегетационный период у нее продолжительный. Поэтому сейчас вот еще даже не наступила фаза ее технической спелости, она у нас есть, растет, и основная задача у нас направлена на то, чтобы сделать более скороспелые сорта. Кроме того, существующий сорт геркулес, он не дает выровненности качанчику, хотя он очень продуктивный и, кстати говоря, очень хороший тоже по биохимическому составу. Ведь в капусте брюссельской содержится, как ни в одной другой, много белков растительного происхождения, что очень важно. И мы создаем гетеройственные гибриды сейчас капусты брюссельской такого типа, чтобы расположение качанчиков было не вертинообразным, как раньше, а цилиндрическим. То есть все качанчики были на стебле одинаковые. Одинаковые. Да. Что-то в агротехнике есть выращивание брюссельской капусты, вот, что уж точно надо совлезти? Ну, базовая агротехника та же самая, единственное, что она, конечно, очень поздно у нас убирается урожай. И здесь вот надо иметь в виду всем, кто ее или любую другую капусту заведет на участке и вдруг ошибется с сроком посева, который, конечно, тянет за собой срок уборки. И капуста попадает под заморозки. Ничего страшного, легкие заморозки осенние, она хорошо переживает и растет дальше. А уже если вы решили убрать, и вдруг мороз. Здесь стоит порекомендовать одно. Не надо торопиться с уборкой. Пусть наступит полдень, ранней осенью, еще температура возвращается положительным своим значением. И после того, как у вас отойдет вся проводящая система растения, когда кристаллов и льда уже не будет, вы тогда можете убрать, и это практически не скажется. На качестве продукции. Ну, а если соотнести вот эти вот заморозки с капустой белокочанной среднего срока созревания, ту, которую мы с вами заквашиваем, то это даже хорошо. Потому что, да, те питательные вещества, углеводы, которые прошли полимеризацию для закладки на хранение, здесь, попадая под мороз, они как раз переходят в более простые формы. Как раз то, что нам нужно для того, чтобы получить хорошего качества квашеной капусты. Понятно. Среди множества видов капусты есть не только съедобные, но и нарядные. Яркие и необычные розетки декоративной капусты окрасят клумбы до глубоких заморозков. И при низких температурах окраска листьев станет только насыщеннее. А в букетах из этой капусты ее не отличить от роз и пионов. Виктор Иванович, ну вот не могу спросить, все-таки здесь у нас овощные культуры, да, вот смотрите, капуста такая, сякая, а сзади нас совершенно великолепная вот эта вот такая плантация декоративных сортов капусты. И почему она здесь тоже на поле с овощными культурами? Ну, это, я вам скажу отдельно, что называется, история. Капуста декоративная, она и раньше была востребована, а сейчас она востребована еще и в несколько раз больше. Капуста декоративная очень хорошо переносит перепады температуры. Она устойчива как к повышенным температурам, так и к пониженным. Вот мы сейчас с вами видим, здесь вот стоят такие достаточно воскорослые растения, капуста декоративной, а мы ее не поливали этим жарким летом, тем не менее, она справилась с этой экстремальной проблемой. В то же время она хорошо справляется с пониженными температурами, переносит замороз до минус 12 градусов. То есть вот то, что на пакетиках пишут, минус 12, это не враги? Нет, нет, это абсолютно нет. И очень благодарные многие учреждения нам присылают письма благодарственные, что после того, как их клумбы, их декоративные участки, если можно так сказать, потеряли всю декоративность с наступлением морозов, то у капусты как раз только начинается многообразие окрасок проявляется, когда температура воздуха переходит уровень плюс 10 градусов, то есть идет на понижение, тогда просыпаются и белые, и фиолетовые, и красные окраски. Ну а мы постарались еще создать целый набор, ассортимент сортов, 10 сортов у нас капусты декоративные, включено государственный реестр, который, в общем-то, охватывает практически все сортотипы и отвечает любым запросам. Там и разнообразие розеток, и разнообразие листьев, их окраски, их формы, есть воскорослые растения, есть низкорослые растения, то есть на любой вкус и можно использовать в озеленении. Это сорт декоративной капусты «Малиновка». Вот именно этот сорт может вырастать высотой до 2 метров. При этом посмотрите, какая ажурная листва, необыкновенная окраска с присутствием антициана, и плюс ко всему вполне съедобные листья. Представляете, если украсить блюдо или салат такой листвой, это не только вкусно, но еще и очень красиво. А на зуб, Виктор Иванович? Вот, но поскольку мы институт все-таки овощной, поэтому все эти сорта мы создавали не только как декоративные, а именно это вот удачное сочетание их декоративности и овощной ценности. Вот эта вот капуста декоративная, она содержит в себе биологическую форму селена, которая в три раза больше, чем в капусте белкочанной. Поэтому ешьте ее, будете всегда здоровы. Ну, в основном салат? Салат, да. Но вот эти стебли большие, они обладают нежной консистенцией мякоти, и поэтому, очистив верхний слой, можно ее мариновать, консервировать. Или как кочерыжку. Можно как кочерыжку использовать в пищу в свежем виде. В принципе, мы все стремимся сейчас к такому, ну, немножко дизайнерскому, что ли, одароду, да? Обязательно. И вот, мне кажется, именно декоративные сорта капусты декоративные, это та культура, которая действительно нашему саду почти вот, ну, что ценно, во второй половине лета придаст декоративность. Когда уже, в общем-то, там что-то собрали, что-то ушло, что-то, а здесь, пожалуйста, вот такая декоративность. Ну, не только. У нас есть сорта, которые, они достаточно разные свою декоративность проявляют. А здесь вот именно правильно вы заметили, что природа устроена гармонично, и все то, что красиво, все и полезно, наверное. Поэтому вот такая капуста декоративная. Ну, хотя бы несколько сортов, Виктор Иванович, вашей селекции. О, это много. У нас «Снежные королевы» есть, «Осенний вальс», «Краски Востока», «Малиновка». Это все ваши селекции сорта? Это все наши селекции. Вот, они длительное время мы создавали этот материал, потом, значит, он как-то одновременно так подошел и был передан у нас. Хотя, там, скажем, «Малиновка», «Пальмира», эти эстафеты, они свое начало ведут еще от селекционеров наших предшественников. Ну что же, Виктор Иванович, я думаю, что мы сегодня достаточно широко познакомили наших телезрителей с ассортиментом капусты, которая хорошо выращивается именно в наших условиях, в условиях средней полосы России, в Подмосковье. И мне кажется, что вопросов в агротехнике, да, возникать не должно. У меня возник только один вопрос. Если специальная литература касаемо капусты, чтобы вот как-то поподробнее познакомиться с агротехникой выращиванием, это первое. И второе. Где все-таки наиболее гарантированно можно купить вот сорта капусты вашей селекции, ну, чтобы, как говорится, не ошибиться? Ну, у нас в последнее время построен замечательный магазин, там всегда полный ассортимент наших сортов, которые, оригинатором которых мы являемся. И, конечно... Адрес, адрес давайте. Он находится прямо на территории нашего института. Я думаю, что после сегодняшней передачи вопросов выращивания капусты в ее пользе у наших телезрителей больше не будет. Спасибо, всего доброго, до свидания. Спасибо. А я еще хотел сказать, что у нас вышла книга, которая так называется, капуста, ее виды разновидности. Она у нас есть в библиотеке, ее можно всегда там приобрести. В библиотеке? Да. Пусть он прямо в институт. Обязательно. Отлично. Значит, за семенами в магазин, за книжкой в библиотеку. Пусть он прямо в институте. Пусть он прямо в институте.